Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с членом общественной палаты Игорем Рыженковым. Обсудили благоустройство города. В районе 31 квартала находится несколько социально значимых объектов. Мы обсудили, где что будет стоять, какие территории в рамках социального партнерства будут приводиться в порядок. Еще одной значимой темой стал проект «Бадминтон и зрение». Это тренировки для детей с плохим зрением. По словам специалистов, польза для глаз необычного вида спорта давно доказана. Игорь Рыженков предложил эту программу для воспитанников детского сада. Это будет пилотная детская группа слабовидящих детей, которые страдают миопеей, близорукостью. И с ними будет проводиться работа по программе «Бадминтон и зрение». Потому что бадминтон – это уникальная гимнастика для глаз. Первая группа планируется в 16 человек. По словам Игоря Рыженкова, этот проект уникален не только в масштабах города, но и всей страны. В Магадане в онлайн-режиме провели церемонию награждения по итогам регионального этапа всероссийского конкурса сочинений без срока давности среди школьников. Красноперова Вероника Григорьевна – ученица шестого класса средней общеобразовательной школы поселка Ола. Сочинение «Люськой держись» в жанре рассказ впечатлило всех членов жюри и было практически единогласно по баллам признана победителем в категории пятых-седьмых классов. Победителем конкурса были подготовлены именные дипломы. Исполняющий обязанности образовательного центра «Перспектива» рассказал подробнее о проводимом конкурсе. Конкурс называется «Без срока давности», и сейчас мы подводим итоги регионального его этапа. Он проводился с 7 февраля по 6 марта, и мы достаточно быстро подвели итоги. Было несколько возрастных групп, среди которых были выявлены победители. Проект «Без срока давности» включает в себя не только сочинения, но и целые исследовательские работы. Из представленных 270 работ на региональный этап вышли 37. Любовь Голимбевская, Александр Фещенко, «Магаданское время». В Магаданской областной юношеской библиотеке проходит выставка «Книга года». Проводят её ежегодно. Организация представила около 700 книг различных издательств. Эксмо, АСТ, Самокат и многие другие. Любители художественной литературы смогут найти в библиотеке книги на любой вкус. Русская и зарубежная классика, детективы, приключения, фантастика и фэнтези. Мы постарались собрать для вас самые яркие новинки 2021 года. Вы – это современные авторы, которые стали лауреатами международных и вообще крупных литературных премий. Наша библиотека в первую очередь юношеская, поэтому наша главная аудитория – это молодёжь. И мы, конечно же, стараемся подбирать самые интересные книги, исходя из предпочтений современной молодёжи. Однако не только молодёжь может погрузиться в книжный мир. Для детей в библиотеке представлены собрания сочинений с красивыми иллюстрациями. Кроме того, есть и более информационная литература. У нас представлены книги всех отраслей знаний. Это право, это психология, философия, религия и многое другое. Приходите к нам, будет интересно, почитаем вместе. Посетить экспозицию можно в областной юношеской библиотеке по адресу Шандара Шимича, 20 до 1 апреля. Выставка работает ежедневно с 12 часов дня. После недавней метели в Магадан пришло солнышко и тепло. Как раз в преддверии фестиваля клёвая колыма, который пройдёт уже в эту субботу. А будет ли нас радовать погода на этих выходных, мы узнаем у жителей города. В Магадане в субботу 12 марта ясно. Температура ночью до минус 12, днём до минус 4 градусов мороза. Ветер северный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 748 миллиметров ртутного столба. Влажность комфортная, 63%. В воскресенье 13 марта в городе переменная облачность. Температура ночью до минус 14, днём до 5 градусов мороза. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 753 миллиметров ртутного столба. Влажность комфортная, 54%. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!